МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире деловые новости. В студии работает Владимир Беряков. Ряд стран ОПЕК готовы продлить на 2018 год соглашение о сокращении добычи в случае необходимости, сообщил глава Минэнерго Российской Федерации Александр Новак, передает ТАСС. В России открылась энергетическая неделя, деловая часть которой пройдет с 4 по 7 октября в Москве и Санкт-Петербурге. В работе Российского энергофорума принимают участие более 20 профильных министров из разных стран мира. Министр энергетики России Александр Новак сообщил о том, что Российская Федерация и Иран в течение месяца начнут реализацию ранее заключенной сделки нефть в обмен на товары. Стороны согласовали все основные документы по поставкам иранской нефти. Речь идет о поставках различных товаров российского производства в Иран в обмен на иранскую нефть. В интервью агентству ТАСС Александр Новак пояснил, что речь идет о промышленных товарах, различном оборудовании и технологиях. Вести экономика сообщают, правительство Шотландии запретило использовать технологию гидроразрыва пласта для добычи углеводородов, после того, как большинство жителей региона высказались против подобной практики. В заявлении шотландских властей отмечается, что решение о запрете сланцевой добычи было принято после тщательного изучения данного вопроса, а также проведение опроса общественного мнения. Министр торговли, инноваций и энергетики Шотландии Пол Уилхаус заявил о том, что страна запрещает использование данной технологии на всей своей территории. Турция и Иран уходят от доллара к лири и реалу, пишут Вести экономика. Две страны договорились об использовании национальных валют в двусторонней торговле вместо американского доллара. Данное соглашение было подписано по итогам прошедшей в среду в Анкаре встречи президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана и президента Ирана Хасана Роухани. Власти двух стран договорились о совместных действиях по увеличению объема двусторонней торговли. По данным издания Daily Sabah, Иран и Турция также планируют активизировать взаимные финансовые и экономические связи. Турецкие банки откроют филиалы в Иране, иранские банки – в Турции. Стороны также договорились об укреплении сотрудничества в энергетической сфере. Европейская комиссия предложила провести реформу системы уплаты налога на добавленную стоимость в Евросоюзе, сообщает газета «Коммерсант». Каждый год теряется более 150 млрд евро НДС. При этом около 50 млрд из этой суммы теряется из-за трансграничного мошенничества с уплатой налога. Эти средства могут использоваться для финансирования преступных организаций, включая терроризм. Ожидается, что эта сумма будет сокращена на 80% благодаря предложенной реформе, отмечают в Еврокомиссии. Реформа предполагает облагать налогами продажу товаров из одной страны Евросоюза в другую, по тому же принципу, как это происходит внутри каждой отдельной страны ЕС. Законодательное предложение Европейская комиссия направила для консультации в Европарламент. Вести экономика, сообщают, генеральный директор крупнейшей в мире управляющей компанией BlackRock Лоуренс Финг заявил о том, что, несмотря на большой потенциал, рассматривает текущее использование криптовалют как платформу для отмывания денег. В своем интервью телеканалу Bloomberg глава BlackRock фактически присоединился к целому ряду представителей западного финансового истеблишмента, которые негативно оценивают текущее состояние криптовалют. Фин также отметил, что в случае создания некой мировой криптовалюты, которая получила бы широкое признание и активно использовалась бы, финансовая система на основе такой валюты имела бы серьезные уязвимости перед киберпреступниками. Это были деловые новости. На этом все. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова